Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня речь пойдет снова об уборке. Итак, на своей ванной, которая у меня не выглядит грязной, но она имеет очень и очень устойчивый, как я поняла, налет от соды прежде всего. Потому что я принимаю содовые ванны, потому что содовые ванны принимают мои дети. Сразу бегло скажу, что на такую большую ванну у меня уходит стакан соды для себя, полстакана соды для детей, потому что и воды я меньше наливаю, и просто соду я добавляю, никак не гашу, просто добавляю соду в ванную, соль не добавляю. И, соответственно, я поняла, что моя ванная, при том, что выглядит она чисто, если по ней провести рукой, если по ней провести тряпочкой, любой тряпочкой, чувствуется, что цепляется за поверхность эта тряпочка, то есть поверхность не такая гладкая, как, допустим, на верхней части раковины. Я записывала видео, где показала, что я промышленным средством, которое предназначено специально для удаления известкового налета. Оно предназначено, это средство, исключительно для ванных комнат. Более того, это средство на данный момент является моим любимым по опыту. Всегда я его покупала, и, на мой взгляд, аналогов нет. Просто вот оно мне нравится, оно эффективно, действительно, на некоторые загрязнения необходимо просто нанести, прежде всего, если речь идет об известковом налете, как написано по инструкции, оставить и потом просто смыть водой. То есть ничего тереть не нужно. Это всегда меня устраивало. Это средство появилось снова в моем доме. Я за натуральные средства для уборки, потому что ко мне пришла сеньора, которая должна была начать здесь убираться в моем доме, помогать мне. И, соответственно, она попросила купить себе арсенал определенных, в том числе, и чистящих средств. И что я могу вам сказать? На такую ванну я израсходовала примерно полстакана, это много, я считаю, этого средства. Я чистила ванну, даже на видео я показывала, два раза. И могу сказать, что не очистился. То есть ванна не стала гладкой, и поле того, даже на видео было заметно, что там, где я нанесла, разбрызгала и не сразу распределила равномерно средства, там образовались подтеки белесые, к счастью. То есть вся остальная поверхность ванны была желтоватой, потому что вот этот налет, который образуется после соды, он, видимо, пористый по своей структуре и убирает в себя вот прям-таки любое-любое загрязнение, учитывая, что я еще и амлу люблю нанести на волосы, она такого коричневого цвета, и потом все это в ванной смыть. То есть, в общем-то, моя ванна достаточно пострадала и стала визуально выглядеть нехорошо. То есть бортики верхние белые, а там, где слив, там, в общем-то, явно я видела желтизну. Это не давало мне никак покоя. Вторая уборка этой ванны произошла при помощи моего любимого на данный момент геля для душа. Сразу в этом видео скажу, в том не стало, чтобы это не было скрытой рекламой, как будто бы расценено. Это гель для душа, спортивный Adidas, но это может быть любой шампунь для волос какой-нибудь дешевенький, чтобы силиконов было побольше, чтобы он пенился хорошо, чтобы павы были агрессивные, так называемые. Эти павы очень часто, которые мы видим в шампунях для волос, внимание, они используются для промышленных уборок. Только подумайте, только представьте. И очень часто формула шампуни, она имеет такой состав, коко что-то там, сейчас я не вспомню. Одно из первых моих открытий было, что этот ингредиент, он гасит чрезмерное пенообразование от агрессивных павов. То есть, если бы не было этого ингредиента, представьте себе, сколько бы пены было, какие бы моющие средства были у самого обычного шампуня для волос. Так вот, попыталась я таким образом помыть, не получилось у меня, но здесь, в общем-то, особых ожиданий у меня не было, потому что мы все понимаем, что известковый налет, тем более такой сильный, такой стойкий, удалить при помощи такого средства невозможно. Таким средством можно просто хорошо что-то почистить, убрать, потому что очень хорошо пенится. Это значит, что загрязнения очень хорошо смываются с напененной поверхности, потому что суть пенящихся средств для мытья, для личной гигиены в том числе, это как раз-таки смывание, соскальзывание, загрязнение с той поверхности, которая чистится. Ну и сегодня, наконец-то, аплодисменты победителю, потому что это видео, это сравнение на одной поверхности одного типа загрязнения, нескольких средств, моих средств для уборки. Это уксус. Признаться, я всегда убиралась уксусом, но, возможно, потому что у меня и не очень загрязнений много, возможно, потому что вот конкретно такого тяжелого загрязнения никогда не было. Я к уксусу отношусь хорошо и спокойно. И я встретила однажды как раз-таки объяснение, почему уксус дезинфицирует поверхность, и там содержится кислота, которая позволяет обрабатывать поверхности и таким образом их дезинфицировать. Более того, сейчас я готовлюсь к видео про плесень. Было очень много вопросов, как я в Италии справляюсь с плесенью. И одно из средств как раз-таки против плесени – это уксус. Объясняется, почему, и объясняется, почему уксус не всегда эффективен. Я об этом расскажу в другом видео. Так вот, могу сказать, что уксус всегда есть в моем доме. Уксусом я теперь чищу свою кофемашину, для которой раньше покупала специальные таблетки. И сейчас бы продолжала покупать, если бы не состав этих таблеток, всяко уксус, который мы можем добавить в пищу, в еду, полезнее, скажем так, и безопаснее чистить им дом, что непосредственно имеет контакт в данном случае с кофе, в данном случае, в моем случае, с водой для чая. Так вот, могу вам сказать, дорогие зрители, то, что я не особо-то и ожидала каких-то вау-вау-суперэффектов, сработало на все 100, причем очень-очень быстро. Я снова закрыла крышку, чтобы не выливался уксус, который я обильно наносила на поверхность. Взяла небольшую тряпочку, отрезанную от штанины своей пижамы, и начала тереть. Сначала результата особого не было, но сначала такие две минуты, не больше. Потом мне все это надоело, я побрызгала уксусом, и на самые сложные загрязнения, у меня таких тряпочек много, нанесла, в общем-то, тряпочку, обильно смоченную в уксусе. Оставила, пошла принимать душ. Когда я вышла из душа, я не поверила своим глазам, потому что ванная была белая. У меня еще ванная, она из такого особого материала сделана, не знаю, как он называется, но это, конечно, сложный для обработки, для чистки материалов. В общем-то, если бы я выбирала ванную себе и знала, что у меня будет трое детей, что у меня будет свой канал, что у меня не будет помощница по хозяйству, я бы, возможно, другую ванную выбрала, эстетически менее для меня привлекательную, но зато более легкую в уходе. Так вот, могу сказать, что да, это очень сложный в уходе материал, и вы не поверите, уксус справился на все 100%, на все 100%. Теперь у меня большое желание настолько загрязнить стекло, у меня есть одна душевая кабина, где есть стекло, где есть стекло, то есть не плитка, загрязнить, а накопить большое количество изыскового налета. И потом снова провести такой эксперимент, обработать средством, которое у меня есть, а такое бывает редко в моей жизни, чтобы у меня было промышленное средство, и обработать уксусом, и рассказать вам о результатах этого эксперимента. Поэтому, дорогие зрительницы, если вы ищете эффективное, безопасное, натуральное и дешевое средство, уксус стоит очень-очень дешево здесь, в Италии, возможно, в России он стоит еще дешевле, то, пожалуйста, возьмите на заметку себе самое простое вот такое средство, доступное любой хозяйке, зачастую уже имеющейся на кухне у многих хозяек, средство как уксус, очень эффективно. Пахнет неприятно, но по поводу запаха хочу сказать, что когда я чистила в прошлый раз ванну и снимала видео, в определенный момент я даже вышла и сказала мужу, что-то мне нехорошо, что-то я надышалась. На самом деле, я не придала этому значения, поскольку я давно не убиралась промышленными средствами, и, в общем-то, долго и активно терла эту ванну, находясь непосредственно над ванной, где было это средство, и для меня, видимо, это было слишком много, слишком неожиданно, мне действительно стало нехорошо. Сегодня я терла уксусом точно так же, да, пахнет плохо, но, возможно, сама мысль, что это натуральный продукт, а, возможно, и факт, что это натуральный продукт, не вызвала у меня никакого головокружения, чувства тошноты, чувства дискомфорта. Желаю всем быстрых уборок, безопасных уборок, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока.